Всем привет! Это Миша и сегодня у меня будет небольшая пятиминутка ненависти. Ненависти по поводу решения Израильской Министерской Комиссии о признании использования услуг проституток уголовным преступлением. Это еще не закон, он еще не принят, но тем не менее это вещь, которая меня охренительно бесит и об этом я сейчас расскажу. Значит, дело вот в чем. В моем понимании, если что-то разрешено без денег, то когда идет запрет этого же самого за деньги, это абсолютно неправильная, нездоровая хрень. Цель которой кому-то либо поиметь денег, либо поиметь денег, либо поиметь денег, либо, блин, поиметь денег, или в лучшем случае поиметь совершенно странный электорат. Ну, не в смысле поиметь, как вот с проститутками, а в смысле просто получить очень странный, очень реакционный, очень стрёмный электорат, который поддерживает такие очень странные решения. Итак, в случае с Израилем, читаем инициативу. Что же получается? Помимо введения уголовного наказания для клиентов, проституток, что хотят сделать? Правильно. Создать комиссию, которая будет заниматься всей этой фигней. И, соответственно, искоренение проституции называется целью закона. Извините меня, пожалуйста. Искоренение проституции? Вы вообще в своем уме? Никто не может искоренить проституцию? Блин, да она, по-моему, существует даже в тех обществах, где за нее расстрел нафиг. Вы пытаетесь сделать абсолютную хрень. Нет, я буду честен, мне, в общем-то, плевать. Мне, для меня, как бы, услуги проституток это не что-то, что меня очень интересует или чем я пользуюсь. Но вы вообще в своем уме? Вы спрашивали у людей, у общей массы вот этих тех самых проституток, почему они проститутки? Им вообще нравится этим заниматься? Нет, понятно, не нравится. Ну, наверное, 99%, по крайней мере. Но, блин, они это делают, потому что у них нет денег. И вы знаете что? Если передо мной поставить двух женщин и вообще по какой-то причине спросить, как я отношусь к ним, и одна из них пойдет, значит, чтобы прокормить своего ребенка, работать дворником за минимальную зарплату, а вторая идет работать проституткой, я скажу, что я больше уважаю проститутку. Почему? Потому что она зарабатывает больше денег, и она сможет больше дать своему ребенку. Является ли вообще само по себе явление проституции здоровым или нет? Вы знаете, да, как ни странно, да, потому что нездоровой ситуацией является та, когда у людей есть накопленная сексуальная энергия, которую они не могут деть. Это приводит к изнасилованию, это приводит ко всяким странным вообще вещам. Люди там, не знаю, замуж выходят за тех, кого бы не надо, если там... В общем, чертки что происходит. В случае с проституцией их услугами могут воспользоваться люди, которые просто в принципе не могут получить секс другими способами. Это всяческого рода там, не знаю, инвалиды, просто какие-то странные люди с психическими проблемами и так далее. И это подтвержденные факты, когда кто-то предлагает ввести уголовное наказание для этих людей. Вы серьезно? Вы серьезно хотите сделать это? Давайте представим, что какая-нибудь волонтерская организация, не знаю, секс без границ, начнет показывать такие услуги вот людям, допустим, инвалидам бесплатно. Что вы будете делать с ней? Она будет для вас как заноза в глазу, она вас будет бесить. И я ведь это знаю. И не надо тут рассказывать про, что они это будут делать бесплатно, и тогда это окей. Но если вы говорите, что это окей бесплатно, какая разница? Ну кто-то заплатил кому-то деньги, вам-то что? Главный интерес государства в плане денег, это чтобы с них были заплачены налоги. Поэтому легализация проституции является единственным разумным решением, как сделать так, чтобы жизнь проституток была лучше, а этот бизнес был чище. Все, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok